Всем привет! Приветствую всех на своем канале любителей растений, садоводства, огородничества. И сегодня мы с вами будем сажать перцы. Первую партию я уже посадила, но это те перчики, которые позднеспелые, которым надо очень долго расти. 140-150 дней у них до момента плазмоношения. И те семена, которые мы собрали с покупных перцев. Вот это с покупных. Разница у них вот в неделю. А это оранжевый ротунда. Посадили их тоже пораньше. Основной посев будет сегодня. Также мы посадим Екатерину, Бизон, Бизон красный, оранжевый куб. Это мы сегодня посадим. И то по чуть-чуть. Много нам не надо. Этого нам вполне хватит. Оранжевая ротунда, которую мы сажали, здесь было 15 семечек. Из 15 взошло где-то 13. Слабые и самые такие чахленькие я удалила. Оставила только сильные и которые взошли самые первые. Даже если сейчас какой-то начнет пролезать, я его не буду сохранять. Все, его удалю и все. Сейчас вот это тоже будем пикировать, так как уже пора. Я не жду, пока там они большие вырастут. Сразу пикирую вот в такие большие пакеты. Пакет 0,6 литра. Семена перцев сажаю. Вот в этом году вот так. Подписываю обязательно, делаю дырочки в этой вот плошечке или в стаканчике, в чем вы будете сажать. Обязательно дырочки надо. Универсальный грунт с добавлением перлита, вермикулита, у кого что есть. Даже песок некоторые добавляют. Можно и песка, без разницы. И буду раскладывать прямо на поверхность семена. И сверху присыпать сантиметра полтора-два. Но это я вам сейчас покажу. Также мы сегодня посадим с вами батат. Долго искала, уже две недели назад где-то хотела посадить, но не находила его в магазине. Нашла вот такой, уже на нем есть маленький проросточек. Фиолетовый, вот он торчит. Покажу, как сажала. Как буду сажать. Также вот они наши помидоры. Странно выглядят, конечно. Это вот балконный дуэт. Непонятно вообще семена. Как-то мы их уже пробовали сажать, и были у нас длинные вот такие вот палки. Один вот такой длинный, второй вот такой маленький. Разница у нас у них в неделю. То есть неизвестно, то ли это пересорт, то ли это разного цвета. Томаты будут, кто-то красный, кто-то желтый. Но вообще они должны быть маленькие, карликовые. Вот такие. Но здесь один у нас большой, другой вот такой маленький. И много было семян, которые не взошли, или которые взошли с двумя семидольками, и потом дальше не развивались. То есть вот эти семена, цветущий сад, я как бы вам не советую. Что-то у них не то, или пересорт, или сорт такой непонятный. Также посадили мы пшанку, вот такая шаловидная, ирландский мох. Очень красиво выглядит. Некоторые используют его как газон, но мы его будем использовать такие, как кочки. Они цветут белыми цветочками и выглядят такие очень яркие, сочные. Такие кочки зеленые, очень красивые. Здесь наша рассада, которую мы уже давно сажали. Это синеголовник. Он очень медленно растет. Может, его и надо рассадить, но почему-то мне не хочется. Пусть он вот так кучкой и растет. Мята. Поставили ее на холодное окно. Она начала более-менее расти хорошо. До этого стояла в тепле. Ей что-то вот не нравилось. Она очень медленно росла. Сейчас мы ее поставили на холодное окно. Там ночью у нас где-то градусов 15. Там же стоит у нас и лук. Эксибишн, который мы сажали где-то, наверное, неделю-две назад. Вот так он сейчас уже выглядит. Попозже его надо будет обрезать, подстригать. Видно, что у него сухие кончики, но влажность у нас вроде более-менее. Прохладу мы ему обеспечили, но все равно ему что-то не нравится. Вот они, наши петунии. Одна без досветки, такая вот маленькая. И вот эта стоит под лампой 60-ваттной. Вот такая вот разница. Так что, конечно, можно и без лампы вырастить. С лампой, конечно, растение быстрее развивается. Также и рассада быстрее развивается. Можно даже сильно не спешить, если у вас хорошие лампы, и сеять все попозже, чтобы не мучиться. Но у нас половину растений под лампами, половину без ламп. Как получается. Кому места хватило, кому нет. Это наша земляника. Тоже это под лампой. Без лампы она поменьше выглядит. Но не вытягивается, все нормально с ней. Землянику можно и без лампы выращивать. Лаванда. Вот так уже выглядит. Пока ничего с ней делать не будем. Вот в этом стаканчике она и растет. Прищипывать тоже пока не будем. Пусть вот такая будет. И вот эта вот мшанка. Если, конечно, будет видно. Взошло очень много семян. То есть, всходит она моментально. На следующий день она уже взошла. И вот такие вот росточки. Практически все семена, мне кажется, взошли. Семена очень мелкие. Сеем их поверхностно. Просто рассыпаем. И они вот так вот сходят очень быстро. Но пока еще я их накрываю пленочкой. Потому что такое растение, которое любит влагу. Ну что, приступим к посадке наших перцев. Сейчас все разложу, покажу. И, можно сказать, там все легко и просто. Ничего сложного нет. Главное потратить какое-то время. Уделить этому хотя бы минут 10-15. Не обязательно сеять все прямо сразу. Можно сеять, вот как я перцы. Одни посеяла, через неделю другие. И вот так вот постепенно вы все и посеете. Не спеша. Землю перед тем, как укладывать семена, я утрамбовываю получше, чтобы семена не проваливались глубоко. Потом раскладываю семена. Сверху их опрыскиваю обязательно. Но не поливаю. Когда поливаешь, струя, как бы она их утягивает глубоко. Вот так чуть-чуть увлажняю. Конечно, свои семена, они быстрее, мне кажется, всходят. Но и такие неплохо в этом году взошли у нас. Обычные сухие семена. Есть вот прям покрупнее семена. Есть помельче. Но ничего, все взойдет у нас хорошо. И сверху посыпаю землей. Можно добавить побольше вермакулита, чтобы полегче была земля. Сантиметра где-то. Вот эти палочки убираю. Насыпаем сверху сантиметра полтора-два. Если у вас хороший, легкий грунт. Если грунт тяжелый, то приблизительно сантиметра. Засыпали сверху. Опять сверху опрыскали все. И накрываем какой-нибудь пленочкой. И ставим куда-нибудь в теплое место. Я ставлю под батарею. Не на батарею, а под. Под ней тоже тепло. И вот так вот она стоит, пока не появятся первые петельки. Как только появляются первые петельки, я выставляю их на досветку. И там уже как им повезет. Если время будет много хватать, чтобы включать лампу им постоянно, то мы ее оставляем на подольше. Иногда мы уезжаем на выходные, и досветки нету, ничего страшного. Перцы и так прекрасно растут. Сейчас уже появляется на улице солнышко, так что им вполне хватит. И теперь посадим батат. Вообще легче простого посадить батат. В том году мы пробовали сажать, и все у нас нормально получилось. Даже вот этот клубень, из которого мы брали черенки, он тоже прекрасно рос, и от него тоже были плоды. Хотя некоторые говорят, что от него не будет плодов. Взяли мы вот такой большой, здесь уже маленький росточек. Его сделаю кверху сразу, чтобы он побыстрее рос. Кладу просто вот так батат, сильно его не заглубляю, и чуть-чуть подсыпаю земли. Он должен находиться на поверхности. Можно добавить побольше песка, но у меня его нету, чтобы влага сильно не застаивалась. Но у нас здесь добавлен перлит и вермикулит. Все, его накрывать не надо. Его ставлю сразу под лампу. Сверху опрыскиваю. И землю, и сам плод, вот этот. И периодически буду потом опрыскивать, чтобы земля не высыхала. И следить. Но они сейчас где-то через недельки-две пойдут первые росточки. Потом мы эти росточки будем отрывать и ставить в какую-нибудь емкость с курнеобразователем. Можно просто в воду. Если у вас нет корневина какого-нибудь, можно просто ставить в воду. И все, потом будем сижать. В этом году посадим в теплицу, но не очень много. Чуть-чуть. Так как места мало, на все не хватает. Хочется все попробовать, но места на все не хватает. Вот такие вот у нас делишки. Такая вот рассада. Рассказывайте, как ваши дела, что вы уже вырастили, что у вас в планах. Посадили вы перец, томаты, в каком вы регионе живете, потому что южные регионы уже вовсю сажают, сеют. А мы еще только начинаем. Снега у нас очень много, и в этом году он, наверное, будет очень долго таять. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, и увидимся уже скоро в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,